Напишите нам в комментариях, сколько верных ответов вам удалось дать. Сегодня вспомним школьные годы. Итак, в какой части земли зарождается землетрясение. Очаги землетрясений лежат в земной коре, как правило на глубине не более 16 километров. Но иногда они могут достигать 700 километров в глубину. Точная проекция очага на поверхность земли является эпицентром. Каждый советский школьник знал, что Советский Союз занимал. Какую часть суши? Союз Советских Социалистических Республик был крупнейшим государством в мире, из существующих на тот момент, занимая приблизительно одну шестую часть суши планеты Земля и 40% континента Евразия. Он был в два раза больше, чем Соединенные Штаты Америки и чуть меньше, чем весь Североамериканский континент. Какой заряд имеет протон? Протон это одна из трех, вместе с нейтроном и электроном, элементарных частиц, из которых построено обычное вещество. Имеет положительный заряд. Протон стабилен, многочисленные эксперименты не выявили никаких свидетельств его распада. Как называется треугольник, у которого стороны соотносятся как 3 к 4 и к 5? Египетский треугольник, это прямоугольный треугольник с соотношением сторон 3 к 4 и к 5. Активно применялся для построения прямых углов египетскими землемерами и архитекторами, например при построении пирамид. Название треугольнику с таким соотношением сторон дали древнегреческие ученые, которые активно посещали Египет для изучения астрономии и математики. Столицей какой страны является Претория? Претория – это административная столица Южноафриканской республики, где сосредоточены центральные органы власти. Город был основан в 1855 году и назван в честь фортрекера Андриеса Преториуса. Что измеряется в паскалях? Паскаль – это единица измерения давления. Паскаль равен механическому напряжению, вызванному силой, равной одному ньютону, распределенной по нормальной поверхности площадью 1 квадратный метр. Каким каналом соединены Средиземное и Красное море? Суэцкий канал – это бешлюзовый судоходный канал в Египте, соединяющий Средиземное и Красное море. Зона канала считается условной границей между Африкой и Евразией. Суэцкий канал был открыт для судоходства 17 ноября 1869 года. В каком году упал Тунгусский метеорит? 30 июня 1908 года на Землю упал знаменитый Тунгусский метеорит. Именно этот день был выбран в качестве Международного дня астероида, который был инициирован Ассоциацией исследователей космоса в 2016 году. Какое из этих произведений написал Лев Толстой? Хаджи Мурат – это повесть Льва Толстого, написанная в конце 1890-х, начале 1900-х годов. Главный герой произведения является реальным историческим лицом. Это аварский вождь, в 1851 году перешедший на сторону русских, а в следующем году погибший при попытке бежать в горы. Отцы и дети, а сей бежен лук – это произведение Тургенева. В какой океан впадает река Амазонка? Амазонка – это самая полноводная река в мире. Она протекает по территории Бразилии, Боливии, Перу, Эквадора, Колумбии и впадает в Атлантический океан. Как в таблице Менделеева обозначается ртуть? Ртуть – это элемент шестого периода периодической системы химических элементов Дмитрия Ивановича Менделеева с атомным номером 80. На латыни звучит как гидроргиум. Во что превращается твердое тело в процессе сублимации? Сублимация или возгонка – это переход вещества из твердого состояния сразу в газообразное, минуя стадию плавления, перехода в жидкое состояние. Обратным процессом является десублимация – конденсация вещества из газообразного состояния, минуя жидкое, непосредственно в твердое состояние. Какое из этих произведений не принадлежит Достоевскому? Что делать? Это роман русского философа, журналиста и литературного критика Николая Чернышевского, написанный во время заключения в Петропавловской крепости. Был написан в ответ на произведение Ивана Тургенева «Отцы и дети». Какой витамин вырабатывается в организме благодаря Солнцу? Витамин Д вырабатывается из подкожного холестерина под действием ультрафиолета. Он имеет свойство накапливаться для обеспечения нормального функционирования организма в холодное время года. Что означает выражение Гордиев-узел? Гордиев-узел – это метафорическое выражение, обозначающее сложную проблему или тупиковую ситуацию. В древнегреческой мифологии это чрезвычайно сложный узел, завязанный фригийским царем Гордием. Он был рассечен мечом Александра Македонского. Что это за птица? Зяблик – это певчая птица семейства в Юрковых, распространен в Европе, Западной Азии и Северной Африке. Обитает в различных лесных ландшафтах, питается семенами и зелеными частями растений, летом – вредными насекомыми. В каких годах в СССР появились шариковые ручки? В СССР шариковые ручки получили распространение в конце 1960-х годов, после того, как их массовое производство началось осенью 1965-го. По началу качество таких письменных принадлежностей оставляло желать лучшего. С каким видом искусства связан термин «серебряный век»? «Серебряный век» – это образное название периода в истории русской поэзии, относящегося к концу 19-го – началу 20-го века. Впервые популярный термин встретился в статье знаменитого русского философа, поэта и литературного критика Соловьева «Импрессионизм мысли». Кому принадлежат строки? В пустыне чахло и скупой, на почве зноем раскаленной, анчар, как грозный часовой, стоит один во всей вселенной. Это строки из аллегорического стихотворения «Анчар», написанное Александром Сергеевичем Пушкиным в 1828 году. В основу произведения легли легенды о существовании на острове Ява ядовитого дерева анчар. А теперь традиционный бонусный вопрос без ответа. По каким дням советские школьницы носили такую униформу, как в данном коротком ролике? Напишите в комментариях ваш вариант ответа, когда советские школьницы носили такую униформу. Надеемся, что вам понравилось. Мы порадуем вас еще массой увлекательных тестов на различную тематику. Подпишитесь на наш канал и вас каждый день здесь будет ждать новый занимательный тест.